Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, автор пишет про дружбу с коллегой, вот, и описывает некоторые перипетии вот этих отношений. Вот, ну тут, в принципе, можно, наверное, догадаться, что отношения складывались в не сказать, что было очень хорошо. Вот, то есть, ну, нет, нет, ну, поначалу, поначалу-то все было хорошо, но потом начало все ухудшаться. Прежде чем начать разбирать ваш вопрос, я хочу сказать, что в любом случае у меня сложилось такое впечатление, что вы человеку слишком много уделяете внимания и значения. А вы сами пишите, я помню, что к ней привязались, к этой женщине. Вот, вы сами об этом пишите, я добавляю здесь ничего от себя, вот, просто как бы поговорю. И, 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 а, коли так, коли так, коли так, то ваша привязка к ней, а чем тогда говорит, как мне? Что-то говорит на дом, например, что, а вы, что, может, что-то в человека вкладываете. Это говорит на дом, что вы придаете большое значение этому человеку. Но вот почему так происходит? Это вопрос. С чем это связано, да? Что переживаете, переживаете вы, с какими трудностями, условно говоря, вы сталкиваетесь. Ну, я имею в виду, что это за трудности, что это за сложности, вот. Потому что есть у меня такое ощущение, есть у меня такое впечатление, что вы, вот, как-то, как-то через, значит, шур, к этому человеку действительно прибежали. Это, как правило, бывает, когда на человека начинают перекладывать свои какие-то желания, свои какие-то потребности, свои какие-то моменты, свои какие-то проживания и так далее. И здесь нужно выяснить, обязательно. Здесь обязательно нужно выяснить, какова природа этого всего. Итак, дружили год, женщины и коллеги вне работы общались очень часто. Ну, здесь в первую очередь нужно сказать, обязательно, нужно сказать, что общение, коллеги, это не дружба, да? То есть, ну, вы можете быть с этим не согласны, да, вы можете не соглашаться с этим. Я вас прекрасно понимаю, я не собираюсь с вами спорить в этом смысле, вот. Но я, вот, повторюсь, я повторюсь, что с коллегами, с коллегами, общение с коллегами, это не дружба. Общение с коллегами, это просто, просто общение с коллегами, все, вот. Это очень важно понимать. То, что ей было с вами хорошо, то, что ей было с вами хорошо, это да, но это мало чего значит. Вот это просто коллегами, это не твой друг. Изначально вы начинали с ней общаться, грубо говоря, на почве работы, вот. И вряд ли, вряд ли вы были объединены, интересно, но очень редко, когда бывает так, что вот люди, коллег, становятся друзьями, становятся друзьями, вот. Крайне редко такое бывает. Но, когда такое общение, когда такое взаимодействие происходит, вот, то человек, вот, может путать этот момент. То есть человек может путать общение, когда мне с тобой просто хорошо проводить время, да? С чем-то больше, с чем-то больше, вот. Понимаете, да? Какая штука. Какая штука. Все было замечательно до последнего времени, последние два месяца молча замечалось перед стороной на меня наше общение. Ну, я думаю, что если вы прям последнее, последнее время замечали, что есть страна на вас, вот, то я могу из этого сделать вывод определенный. Определенный, что вы были к этому готовы. Нет. То есть я могу сказать, что вы были готовы к тому, чтобы начать себя обесценивать. То есть вы уже в этих отношениях, может быть, когда привязали себя, может быть, когда увидели, что человек вам охладел. То есть, ну, перестали вот получать обратную связь. Вы уже в этот момент, на этот момент, вы уже были готовы к тому, чтобы себя объяснять. Почему так? Пока не известно. Я думаю, что ответ на этот вопрос кроется важным спросом опыта. Она закрылась, ни о чем не спрашивала, но мои вопросы не отвечала. Они узнавали случайных источников, на работе тоже холодно общало. Ну вот, что хочется сказать здесь. Вообще, пожалуй, наверное, дыма без огня не бывает, и если что-то такое вот произошло, да, то, наверное, этого есть причина, просто вы не замечали. Если хотите, можем проанализировать, подробно проанализировать ваше взаимодействие, о вашей коммуникации с ней, вот, чтобы увидеть, чем могло быть справлено такое ее поведение. Я думаю, что причина есть. И да, мы будем говорить не о нём, о вашем партнёре по общению, о коллегах. Мы будем говорить о вас, о том, какие ваши действия могли к этому приступать, чтобы вы в будущем могли это исключить. Решила поговорить с ней, потому что уже не в Магаду. А вот что это, что это за чувство, уже не в Магаду. Уже не в Магаду, это как? Рассчитывала на честный ответ, стало неинтересно своей проблемой. Это ваши ожидания. Рассчитываю. В итоге она сразу сказала, что не любит выяснение отношений, и это неприятно. Потом искренне удивилась, что я вижу проблемы, но её взяться хорошо, но теперь будет думать над тем, что я сказал. Задала мне кучу вопросов, что и как мне показалось. Я честно обо всём рассказал. Большинство меня обидело то, что она перечеркнула прошлой одной фразой, сравнила наши отношения с отношениями с её коллегой. Здесь как раз проявляется ваша тенденция к обеспечению, потому что вас сравнили, вы не уникальны, да? То есть вы определённо переживаете кризис в некоторой жизни. Тут нужно смотреть, что послужит основанием для того, что вы не чувствуете себя ценной. Это первое. И второе, это то, что вы обиделись. Вас обидело, это значит, что вы подавили реакцию, подавили злость, подавили агрессию. Это значит, что у вас были определённые ожидания. И это значит, что вас это как-то задело. Вас саму это задело, вашу ценность это задело. Начинаются такие вещи с проживания боли, конечно же. Дальше. Которую, кстати, мы вдвоём обманывали и убегали куда-то в тазу. Ну, вы понимаете, как бы, когда человек сговаривается с другим человеком, вот нужно понимать, что если человек склонен к альянсам, да, то он также может альянс поменять. То есть, альянс, это опять же, пока мне с тобой хорошо, пока мне с тобой выгодно. Ну, нет, для коллеги никто, я этого не скрываю, а к ней она по работе близка. Так что вы тогда удивляетесь, что она сравнила? Может быть, это вам комплимент был? Я очень привязалась к подруге. Это не подруга. Это коллега. Если у вас нет других друзей, кроме коллег, это вопрос к вам, то есть к тому, как вы образовываете свои социальные связи. Мы вместе путешествовали, занимались спортом, праздниками, отмечали, вкусняшки, погашали, познакомились с теми. Ну, это, конечно, очень хорошо, но коллеги теми отличаются, что их связывает изначально. Работа означает выгода. Много воспоминаний эмоций, а она все прошлое перечеркнула своим арендом. А как? Если для вас эта сцена, как она могла это перечеркнуть своим ответом? Нет, я не думаю, что она перечеркнула это своим ответом. Я думаю, что это перечеркнули вы, потому что будущего нет. Будущее. А вы рассчитывали, что так будет всегда. Ну и проблема с матрингом повторится. Я жалею и растерялась, что прямо не спросил. Я думаю, раз думала мы друзья, оказывается, мы просто коллеги. Ну, как бы. Как бы. Тут момент такой, что дружбу каждый понимает по своему. Писать, думаю, смыслу нет, как правильно себя вести, отстранить или сделать вид, что все ок. Это перечеркнуло после того, как вы разберетесь в своих переживаниях и что вообще с вашей жизнью происходит. Мне кажется, что такая привязка к человеку может быть в двух основных случаях. В первом случае это, если вас пробуксовывает какая-то сфера жизни очень сильная, например, социальная, например, семейная, личная, полурулевая и так далее. Вот, и вы сублимируете вот. А второй вариант это то, что сама подруга вас воспринимает с вами как некий такой запечатленный образ вот кого-то. какой-то важный и значимый, я бы сказал, фигура вашей жизни. Что это за значимая и важная фигура вашей жизни? Эмоции, по которой могла запустить ваша коллега. Эпл вопрос. Вот. Сейчас. Тут вот. Ну. Тут нужно вот. А. Посмотрать. А вот. Тут. Ну. Тут нужно вот. исследовать. Этот. На. Этот момент. Вот. Но тем не менее. Большин. Вы решите. Как вам довести. Вот. Человек не дорог. Давайте посмотрим, как именно он вам дорог. Что вы в это вкладываете. Но похоже только из-за. Про. Прошлого. Да. Возможно. Друзья, я так себя не веду. Это с вашей точки зрения. У вас вообще довольно много. Ожиданий по отношению к другим. Людям. Или написать письмо ей. Неуверенно поняла она меня вовсе. Она очень горда. А как сказано. То, что она вас. Поняла или нет. С тем, что она горда. Поясните. Этот момент. Пожалуйста. На этом все. Буду благодарен своей обратной связи с полным ответом. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого хорошего. Удачи. Обращайтесь.